Здравствуйте! Всю минувшую неделю в эфире за этой студией выходили свежие новости. Сегодня время вспомнить о главных. Меня зовут Илья Леонтьев, это «Неделя области» и смотрите далее. Реконструкция понарошку. В областном центре начали приводить в порядок привокзальную площадь. Как говорят специалисты, это тестовые работы, сделанные можно будет и убрать. Саратовский водоканал. Предприятие на грани банкротства или компании с большим будущим. Городские власти рапортуют о преодолении кризиса, а эксперты говорят о сокрытии фактов. ОСАГО по-новому. В России изменились правила страхования автогражданской ответственности. Денег на руки пострадавшим выдавать больше не будут. Главная тема минувшей недели – масштабная реконструкция привокзальной площади. Работы приурочили к международному форуму по урбанистике. Он проходит в Саратове в эти выходные. Как должен выглядеть современный город, решили показать столичные архитекторы. Они добавили на площадь зелени, скамеек и, главное, поменяли схему движения транспорта. Какие правила теперь действуют на привокзальной, узнала Кристина Трушина. Она увидела то, что горожанам пока не показывают. Новые дорожные знаки едва успевают подвозить. Еще бы, времени осталось всего ничего. Привокзальную площадь преображают к предстоящему форуму по урбанистике. За реконструкцию территории у ворот города взялись столичные архитекторы. Отпусти руку на трубку. Олег Зябкин – один из тех, кто в последний месяц, что называется, спит и видит только вокзал. Уличного художника тоже привлекли к благоустройству. Вот эти цветные круги на асфальте – плод его фантазии. Так на площади выделят пешеходные зоны. Хотя разметка для авто, Олег и сам водитель, волнует его не меньше. Здесь сейчас у нас есть самый важный разъезд в сторону Московской, разъезд в сторону Большой Казачьей. Важный самый момент, наверное, то, что Аткарская будет двусторонней. То есть можно будет, не объезжая весь сквер, проехать напрямую в сторону стадиона «Локомотив». Пассажирам общественного транспорта тоже немного упростили жизнь. Троллейбусы теперь подъезжают к зданию вокзала. Идти до перона с багажом придется меньше. Кроме того, на площади расширят тротуары. Появятся новые остановочные павильоны и скамейки. Сейчас работа на привокзальной площади, что называется, тестовая. Это значит, что в процессе преображения архитекторы выслушают мнение горожан и учтут их в финальном варианте. Ну а мы решили немного поторопиться и уже сейчас узнать, чего же саратовцам не хватает на привокзальной. В парковке на привокзальной площади прям очень не хватает. А лучше бы она была многоуровневой, чтобы прям вот все, кто приезжают, провожают и просто хочется поставить автомобиль, чтобы можно было это сделать. Поставил машину, пошел встретить или проводить. Все, пришел, машины нет, эвакуатор забрал. Это что такое, это нормально? Я не думаю, что сюда приезжают гулять. Поэтому считаю, что все-таки нужно расширить границы для того, чтобы можно где было поставить машину. Пока количество официальных парковочных мест увеличили вдвое. Их теперь 47. Хватит ли этого саратовцам, неизвестно. Полностью площадь реконструируют в будущем году. Сейчас скорее тренировка. Кстати, именно поэтому растения в сквер привезли в контейнерах. В грунт их не высадят. Если архитекторы передумают, зелень увезут обратно. Валерий Сараев сравнил водоканал с птицей «Феникс». По словам главы городской администрации, предприятие активно развивается, осваивает новые технологии и, цитата, «возрождается из водоканальских аварий». И все это благодаря грамотной кадровой политике. В конце прошлого года водоканал возглавил Павел Варсунов. Он известен саратовцам как «король воды, нечистоты пара». Так Павел Анатольевич называл себя сам, будучи заместителем бывшего мэра, а потом осужденного за коррупцию Юрия Аксененко. Роман Гальперин узнал, что на самом деле происходит на одном из самых проблемных предприятий в городе. Многомиллионные долги, изношенные коммуникации и десятки аварий в сутки. Саратовский водоканал – головная боль всех руководителей города последних десятилетий. Но только не Валерия Сараева. Недавно глава Саратова заявил, что дела у подприятия пошли в гору. Как птица феникс из пепла возрождается, а Саратов водоканал из водоканальских аварий возрождаетесь. Вот пример всем руководителям бюджетных учреждений. По мнению городоначальника, это заслуга нового руководителя водоканала Павла Варсунова. Павел Анатольевич – человек из команды Юрия Аксененко. У осужденного за экономические преступления мэра Варсунов работал заместителем. Руководил жилищно-коммунальным хозяйством. Они их скрывают. Они их не регистрируют. Варсунов занимается не возрождением предприятия из пепла, а сокрытием информации, уверен бывший директор предприятия Андрей Иванов. Например, раньше на сайте водоканала публиковали информацию о количестве порывов за сутки. Сегодня эти цифры скрывают. Кроме того, аварийные работы все чаще маскируют под плановые. Отключение водоканала происходит более масштабное. То есть, если в новостях раньше мелькало один дом, два дома отключены от водоснабжения в связи с аварией, или в связи с проведением плановых работ так называемых, то сейчас уже они носят более масштабные работы. Нужно отключить целые микрорайоны. Тут чудес не бывает. Если как бы не вкладывать в водоканал денег, то, исходя из его финансовой ситуации, ему действительно сложно содержать. За водоканалом она следит второй десяток лет. Журналистка Наталья Маус уверена, Павлу Варсунову пока несказанно везет. Несмотря на изношенность сетей, ни одной крупной аварии в городе за время его руководства не произошло. Если там нормально не красть, не превращать это предприятие в черную кассу, не уводить оттуда прибыль, не разорять гаражи, не разбрасывать куда-то технику и так далее, он вполне может работать прибыльно, он вполне может перекладывать сети, сам себя ремонтировать и прочее, прочее. То есть, нужно просто тупо не красть и все. Понимаете, то есть, там нужно нормально совершенно, вот приходят деньги в кассу, тратите, пожалуйста, их на свою компанию. Ни куда-нибудь, ни в политику вкладывайте, ни в понты. Главная задача нового руководителя водоканала – как можно быстрее отдать предприятие в частные руки. В прошлом году муниципальную организацию планировали передать в концессию. Нести ответственность за снабжение Саратовса водой городские власти больше не хотят. Депутаты Госдумы хотят пересмотреть практику опекунства в России. Сирот планируется отдавать только родственникам. По словам парламентариев, это позволит избежать случаев приема из корыстных побуждений, когда детей берут ради пособий. Ведь в этом случае родные денег за ребенка не получат. Идея эта не новая. Такая практика действует в нескольких европейских странах, говорят эксперты. О других событиях, связанных с нашей страной глазами иностранных журналистов, далее в рубрике «Другой взгляд». Австрийские металлурги пожаловались на убытки. И все из-за антироссийских санкций. Их Москва ввела почти три года назад. Продажи продукции упали на две трети, а персонал начали сокращать. До 2013 года австрийские предприятия активно снабжали российский рынок. Теперь у русских в приоритете отечественные трубы, листы и металл заключили немецкие эксперты. Россия и Китай будут осваивать Арктику вместе. Страны, заинтересованные в развитии северного морского пути и судоходства. Заниматься инфраструктурой будут в складчину. Помимо этого, Москва нацелена на добычу нефти в регионе. Сейчас в Арктике работают российские ученые. Построено уже несколько военных городков. Европе следовало бы взять пример, говорят эксперты. А не опасаться, что активное вторжение нанесет ущерб экологии. В Бельгии собирают деньги на памятник Петру Первому. Вековечить последнего русского царя решили льежские власти. Дело в том, что в этом году исполняется 300 лет, как Петр побывал в городе. Фигура будет из бронзы. Предприниматели уже помогли с половиной суммы. Остальную собирают через интернет. Пока в Германии идет чемпионат мира по хоккей, в Сочи провели свой турнир – ночная любительская лига. В ней по традиции принял участие и Владимир Путин. Он вышел на лед в составе звездной команды. Вместе с российским лидером играли бывшие инхайловцы. В защите был министр обороны Сергей Шойгу. Ночную лигу президент основал 6 лет назад. За это время он забросил порядка 30 шайб, и никто так и не смог обыграть команду Владимира Путина. Контролируй сам, если хочешь жить с комфортом. В минувшую среду в зале заседания Саратовской областной думы прошел форум гражданских инициатив в области жилищно-коммунального хозяйства. Эта отрасль сегодня одна из самых проблемных, и она касается каждого. Участники форума уверены – навести в ней порядок без помощи граждан власть не сможет. Динара Дусалиева узнала, как в идеале должен осуществляться контроль за системой ЖКХ. Больной вопрос такой определений дали сфере жилищно-коммунального хозяйства участники собрания в областной думе, форум гражданских инициатив в области ЖКХ. В зале – общественники, депутаты, представители комитетов. Главная тема – как контролировать самую проблемную сферу. Есть у меня личный опыт, когда меня не очень принимали, но сейчас все привыкли уже к народному контролю. Вот так и здесь тоже привыкнут, и мы общими усилиями. Мы не баррикада, мы не то, что бороться собираемся с властью, нет. Мы хотим просто быть гражданами, активными, участвующими в развитии нашей Саратовской области. Жилищно-коммунальное хозяйство лидирует в списке обращений от граждан. 20% жалоб, поступающих в областную прокуратуру, связано с ЖКХ. Причем с каждым годом количество недовольных граждан растет. Каждая пятая жалоба, поступающая к нам, касается несогласия с ситуацией в указанной сфере. Недовольство граждан в первую очередь вызывает состояние законности в сфере взаимоотношений между ресурсоснабжающими организациями, обслуживающими организациями и потребителями. У собственников жилья есть не только права, но и обязанности. Одна из них – постоянный контроль за качеством услуг. В этом уверен депутат областной думы Леонид Пестой. По его словам, в ЖКХ в последнее время все больше стало появляться нечистоплотных сотрудников. Их деятельность нужно пресекать. Если уже явно болезнь не лечится, и та структура, которая управляет квартирным домом, не справляется, она не отчитывается, она ворует, она некачественно обслуживает, то, соответственно, надо делать революционные действия, менять изначально, так сказать, как в том анекдоте, внутри, а не снаружи, если могу рассказать, наверное, не совсем удобно. Многие поняли, о чем я говорю. Да? И сразу вводить механизм общественного контроля. Прокуратура, жилищная инспекция, общественный контроль. Надзора над управляющими компаниями более чем предостаточно. Но, как признаются выступающие на сегодняшнем форуме, без простых жителей навести порядок в сфере ЖКХ вряд ли получится. Участие граждан в контроле за системой ЖКХ на самом деле не пустой звук. Жильцы знают о проблемах своего дома лучше любого специалиста управляющей компании. И обязательно должны не только сообщать о них, но и следить за ходом работ. У нас же многие придерживаются принципа «моя хата с краю». С другой стороны, значительная часть россиян даже правильно жаловаться на нерадивых коммунальщиков не умеют. Обрывают телефоны разных инстанций вместо того, чтобы отправить заказное письмо. Или адресуют его президенту вместо районной прокуратуры. Ну и так далее и тому подобное. В результате комфортный нашу среду обитания назвать сложно. Не оставь-то тем равнодушным и поэт из гражданской позиции Юрия Алексеева. Был однажды в Думе областной форум ЖКХ у нас, не где-то, вот с такой темой больной, как контроль работы в деле этом. Именно больная тема тут обсуждаться так активно стала. По-другому-то ее не назовут, судя по ее процентам жалоб. Членам форума хотелось бы сказать вот такое в теме разговора. Дело жителя оплата, но пока в Думском форуме чего-то там решается, но контролем в сфере ЖКХ пусть прокуратура занимается. В нашей области около 150 тысяч инвалидов. В России они считаются самой незащищенной группой населения. Помимо проблем со здоровьем им приходится сталкиваться со множеством других сложностей. Начинает невозможность выйти на прогулку и заканчивает трудностями с трудоустройством. Екатерина Молчановская узнала, как помогают людям с ограниченными возможностями. За этим рабочим столом мы делаем натяжки холстов. Ее рабочее место особое. Для Елены Шакировой в багетную мастерскую купили специальные приспособления и сделали комнату отдыха. Женщина-инвалид. Два года назад она попала под машину и сломала шейку бедра. Попала в аварию, потом лежала полгода в больнице. Сейчас вот пришла в себя и решила попробовать поработать. Для работы с ограниченными возможностями это очень удобно. Работает она шесть дней в неделю с восьми и до четырех. Получает минимальный оклад. Существенная прибавка к пособию по инвалидности. Хозяйка мастерской уже не в первый раз нанимает человека с ограниченными возможностями. Говорит, работа не пыльная и простора для творчества хватает. Предшественник Елены открыл собственное дело. Мы решили, что на нашем предприятии есть возможность у такого сотрудника развиваться. И решили принять его на работу. Для этого, конечно, были приняты определенные меры. Было оснащено рабочее место совместно с министерством. Его диагноз – повод для занесения в черный список. У Валерия рассеянный склероз. Парень с трудом передвигается. Кроме того, бывают приступы. Пока мог, он работал сантехником. Но сейчас с подобными задачами справиться ему не под силу. Валерий уверен, брать на работу его никто не станет. Вместе с матерью он добился того, чтобы ему присвоили нерабочую группу по инвалидности. По баллам, единому по неврологическому статусу, у него 6,5 баллов. Это по шкале ЕДСС. 7 баллов – это уже инвалидные кресла. По большей части люди с ограниченными возможностями предпочитают трудиться на дому. Для многих сложно даже просто добраться до работы. Кроме того, несмотря на финансовую помощь государства, наниматели не часто соглашаются заниматься переоборудованием помещений. Довольно-таки широкий спектр мероприятий, в которых участвуют граждане с инвалидностью, в том числе с работодателями. Это специализированные ярмарки вакансий, это социальные гостиные, гарантированные собеседования, мастер-классы, тренинги, дни кадровика. Можно перечислять и перечислять, но существуют традиционные мероприятия. То есть в рамках наших государственных услуг инвалиды могут повысить свою конкурентную способность, это пройти профессиональное обучение. За 6 лет работы программы министерству удалось переоборудовать 800 рабочих мест. А всего же у нас в области 150 тысяч человек с ограниченными возможностями. Конечно же, многие из них по понятным причинам не способны строить карьеру. В центре занятости говорят, конечно, проблем с трудоустройством инвалидов много, но зачастую они появляются из-за самих же соискателей. Неважно, ограничены физические возможности или нет, если человек хочет найти работу, он ее найдет. Министерство финансов и экономического развития России одобрили введение карточек на продовольствие. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мандуров. Программа предназначена для малоимущих россиян, которые не могут позволить себе приобрести мясо, рыбу и овощи. Система продовольственной помощи будет работать на базе банковских карт системы МИР. Ежемесячно на них будут зачислять примерно полторы тысячи рублей, израсходовать которые можно будет только на продукты, причем отечественного производства. Непотраченные в течение месяца средства сгорят. Что еще обсуждали в области на минувшей неделе, далее в нашем обзоре. В понедельник крупный пожар в Саратове сгорело кафе «Эверия». Пламя вспыхнуло, когда внутри никого не было. К приезду пожарных огонь охватил все здание. А когда заведения начали тушить, раздались взрывы. Внутри находились канистры с бензином и газовые баллоны. Вторник Саратов отмечает 72-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия проходят по всему городу. Главный из них – гулянин в Скаловой горе и акция «Бессмертный полк». По официальным данным, в ней приняли участие больше 80 тысяч саратовцев. Среда массовой аварии в заводском районе на проспекте «Энтузиастов». Перевернулась маршрутка. Погиб водитель. У троих пассажиров переломы и ушибы. 79-й маршрут протаранил припаркованные машины, а затем врезался в дерево. По одной из версий водителю стало плохо. Я ему потом уже кричу «тормози», я говорю «ты что делаешь?» Ну и все, произошло, что произошло. В четверг в Саратове стартуют ярмарки, вакансии для подростков. Традиционно их проводят накануне летних каникул. На них могут найти себе работу школьники от 14 до 18 лет. Работодатели обещают детям зарплату в 7 тысяч рублей. Работать с официантом, мне кажется, это самая оптимальная работа. Или же помогать больным, так же людям можно. В пятницу саратовский полицейский задерживает двух наркоторговцев. Мужчины делали закладки в не совсем привычных местах. Прятали наркотики даже на погостах. На Елшанском кладбище одного из них и задержали. Всего оперативники изъяли около 40 свертков. Сколько за сутки закладок могли сделать? Где-то от 20 до 50. В России заработали новые правила страхования автогражданской ответственности. Или, проще говоря, ОСАГО. Владельцам разбитых машин денег на руки больше не дают. Страховщики оплачивают ремонт станции напрямую. Причем выбирает мастеров сам пострадавший. По мнению экспертов, это решит проблему с мошенниками. Роман Базан узнал, как изменилась жизнь российских водителей после появления новых правил. Около 40 аварий. Столько ДТП происходит на саратовских дорогах каждый день. Чтобы облегчить жизнь владельцам разбитых авто, в Центробанке ввели новые правила. Теперь водители в случае аварии не будут получать деньги на руки. Но вот место для ремонта автомобиля они могут выбрать любое. Новая система выгодна автовладельцам по двум основным причинам. Первое, то, что, очевидно, вопрос, связанный с организацией ремонта. Теперь это головная боль не автовладельца, а компания страховой. И второй важный момент, что при ремонте используются новые запчасти. Ремонтом своей машины на станции выбранной страховой компании он остался недоволен. В Гранту Андрея, который стоял на парковке, въехал другой автомобиль. Станцию техобслуживания выбрали сотрудники страховой компании. Восстанавливали железного коня со скрипом. Ремонт затянули. В итоге автовладелец подписал документ, что не имеет претензий. Лишь бы скорее сесть за руль. У меня, если честно, уже горела по срокам работа. Я работаю на автомобиле, без автомобиля я не могу. А они восстанавливали примерно около полутора месяцев. То есть меня просто больше не могли ждать на работе. Меня бы не поняли. Мне пришлось вынужденно выйти на работу и подписать акт вот с такими недочетами серьезными. К новым правилам в страховых компаниях только привыкают. Там уверены, отказ от выплат решит проблему с мошенниками. По подсчетам экспертов, за минувший год автоподставщики обманули фирмы более чем на миллиард рублей. Какой разгул мошенничества в сфере ОСАГО. Я думаю, что ситуация все равно повернется в лучшую сторону. Расходы накладных страховщиков не будут расти в таких катастрофических размерах, как это было во взаимоотношениях с недобросовестными автоюристами, с мошенниками. Все это имело место быть. Сейчас натуральное урегулирование по ОСАГО, я думаю, что это поставит барьер. Ну и напоследок материалы, которые сняли вы. На кадрах Вольская трасса. На глазах Михаила Гаврилова едва не произошла авария. Водитель Тойоты пошел на опасный обгон. Остановились в метре друг от друга. Водитель и пассажиры иномарки родились в рубашке. Если вы стали свидетелем хамства на дорогах Саратовой области, присылайте свои видеоматериалы на наш электронный адрес. Давайте бороться с автохамами вместе. На этом у меня все. Далее прогноз погоды от Александра Ивановича Новохадского. Следите за новостями из этой студии. А ровно через неделю мы снова вспомним основные. Меня зовут Илья Леонтьев. До встречи. В понедельник, 15 мая, на Бориса и Глеба, в Красноармейском Арксе, Татищеве, Советском районе, переменная облачность, кое-где возможен небольшой дождь. Ветер восточный 4,8 м в секунду. Ночью плюс 5, плюс 8, а днем до плюс 16. В Саратове и Энгельсе ветрено, но сухо. Температура ночью 7-8 градусов, а днем до 15 выше нуля. Атмосферное давление около 762 мм ртутного столба. Считается, что с этого дня начинают петь соловьи. Всем всего хорошего и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok